Долгие годы в Каспийске существуют и продолжают приносить плоды кружок судомоделирования, в котором дети изготавливают макеты кораблей и самолетов. На сегодняшний день Николай Толченников продолжает активно эту деятельность и занимается обучением детей, помогая развить их потенциал. Провожу эти кружки и провожу технические соревнования по авиамодельному, судомодельному спорту. Ну, авиамодельный потихоньку закрыли, потому что все кружки закрылись. А так осталось, что мы продвигаем, это судомодельный. На кружок может записаться каждый ребенок в возрасте 5-6 лет. Важно иметь желание и стремление. Ведь дети Николая – это не просто ученики, они продолжают его деятельность. Благодаря дяде Коле у меня развился интерес в педагогике, видя, как он преподает, как он что-то с душой делает. Я тоже захотела стать педагогом и пошла по технической направленности. Отучилась на программиста и веду робототехнику теперь. В этом году воспитанники Центра детского технического творчества стали обладателями гранта от главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Отметим, что денежные средства были потрачены на развитие технического вида спорта, а именно приобретение лазерного аппарата. Тот станок, который мы в рамках этой поддержки получили, он способен на многое. То есть, если раньше ребята рисовали, вот эти все детали, вот сейчас вот, что мы здесь, допустим, видим, это все выпиливали лобзиком. У многих не хватало терпения, не хватало усидчивости, бросали на полпути. То сейчас достаточно всего лишь создать программу, нарисовать векторные программы в Corel Drive. Это все. И у нас вот происходит чудо. Станок у нас сам пилит, скажем так. То есть, эту операцию он значительно сокращает, чем это делать вручную. Благодаря станку лазерной резки у ребят появилось время для улучшения качества изготовления судомоделей, которые в будущем будут принимать участие в различных соревнованиях. Кроме того, сегодня юные воспитанники Центра дома технического творчества города Каспийска приняли участие в тематическом уроке, посвященном Дню ВМФ, где они изобразили рисунки кораблей. Продолжение следует...